Здравствуйте, любители пошаговых стратегий и цивилизации в частности. Меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет. Кстати, не забывайте подписываться и рассказывать о нём всем своим друзьям, папам, мамам, девелю, Шурину, заловке, продавщице из овощного магазина и соседке Людмиле Ивановне из 81-й квартиры. Вы же знаете, как я люблю, когда у меня много просмотров и подписчиков. Ну, этим видео я продолжаю турнирную серию дуэльных видео по цивилизации. Напомню, в прошлом матче я проиграл китайцу и опустился в ветку лузеров. То есть теперь я не имею права проигрывать. Если проигрываю, то вылетаю из турнира. Турнирная сетка свела меня с Фарао Фром Зе Хэлл, фараон из Ада. Ник такой знакомый, я его спросил. Оказывается, мы когда-то давным-давно играли всего одну игру, групповую, и он тогда победил. Я как раз вспомнил, что я пытался применять стратегию расползания в сетевой игре, и тогда играл за Майя, а он, по-моему, за Египет, и в итоге улетел в космос, победил. Вот теперь в турнире нас свела дуэльная встреча. Как видите, нации те же самые, что и в прошлой игре. Вот меня Дэймон, организатор турнира, уже пожурил за этот выбор. Мол, моим зрителям будет неинтересно смотреть. Надо было сразу убирать эти нации в начале. Ну, что уж теперь поделать. Впредь я постараюсь все-таки убирать в начале нации, которые уже были показаны в моих видео, и стараться с соперниками играть оригинальными. Ну, с другой стороны, посмотрим, смогу ли я взять реванш у голландцев той же Атаманской империи. Итак, появляемся на карте, смотрим, и опять, как вы видите, никаких вариантов по поводу традиции быть не может. Посмотрите, какое место. В принципе, из еды тут только рыбы, благодаря которым можно расти. Но, чтобы они больше давали еды, это придется рыбацкие лодки строить, открывать оптику. То есть, это очень далеко. Значит, для традиции никаких вариантов нету, просто потому что место не предполагает бурного роста города. Так что, по-любому играем через волю. Ну, вот видите, я сейчас мышкой показывал на гору, на холм, точнее, рядом с горой. У меня рядом с городом есть гора, и, по идее, было бы неплохо рядом с ней город поставить. Но это, опять же, если мы играем через традицию. Почему рядом с горой? Потому что обсерватория плюс 50% к науке – это очень круто. Но в данном случае я боюсь просто не доиграть до обсерватории. А если у моего соперника место лучше, чем у меня, то есть, он там на реке родился, а я напомню, он играет за Голландию, то есть, если он родился на реке рядом с пустыней, то он может свои крутые польдеры ставить, которые офигенный прирост еды дают. В общем, видите, я размышляю, тем временем мой соперник уже первым ходом поставил город. И я решаю, что все-таки никуда двигаться не стоит. У меня рядом под городом три клетки с нормальной едой, которая мне позволит на первых порах более-менее вырасти. Видите, две рыбы и камень. Поэтому нет смысла искать чего-то лучшего. Остаемся на месте. Традиционно залучиваем еду, переключаем фокус на производство, чтобы перелив молотков позволял быстрее строить наше здание. Исследуем гончарное производство и вперед с песней по воле. Кстати, интересно... Вот и руины нашлись. Кстати, интересно, через что будет играть мой соперник. Ну, вот видите, по демографии абсолютно равный показатель. У него только на один золотой больше. Значит, он поставил жителя на клетку, у которой две еды и два золота. То есть, явно у него там рядом какой-то ресурс роскоши есть. А я на две еды и одно золото. Так, так как я в руинах нашел культуру, я пока быстренько переключусь с монумента на скаута. Все-таки игра через волю подразумевает, как можно быстрее найти соперника, где он находится, и ставить города к нему поближе. Ну, вот, берем волю и идем дальше. Так, продолжу свою мысль по поводу Голландии, что я бы, наверное, возможно, даже за нее играл тоже через волю. Поясню. Мне кажется, что в цивилизации вообще главное это баланс всего... А, вон, видите, город там какой-то слева виден. Город-государство. Надо будет быстренько на нем 30 золотых заработать. Так вот, подразумевает баланс. Конечно, если у вас есть возможность во что-то одно упереться, лучше всего в еду, которая дает и рост населения, и, соответственно, от этого науку и так далее, то, конечно, лучше все бросить туда и как можно быстрее город выращивать. Но это очень редко удается, такая радость. Ну, вот, видите, мы все одинаково идем, одинаково растем, все одинаково. Но в дуэльной игре важнее, по моему мнению, производство. И когда играешь через традицию, поначалу производство не ахти будет. А когда... А у голландцев вот то, что в дуэли у них работает, это единственное, что полдер. Остальные уникальные свойства нации вообще не работают, потому что не с кем торговать уникальными ресурсами, ресурсами роскоши. А уникальный юнит, капер, ну, на Пангеи как-то тоже не очень. И остается полдер, который замечательно добавляет много еды. Правда, до него еще, опять же, дожить надо. Он открывается с деньгами, по-моему. И, естественно, еще и местность должна соответствовать. Но обычно цивилизацию выбрасывает в таком месте, а вот и голландец. Так, значит, он все-таки находится слева. Будем его там и искать. Кстати, как и в прошлой игре, тоже голландец слева был, а я справа. Польдеры дают возможность быстрее расти. Поэтому я бы просто шел Голландии по воле, строил польдеры, доходил до... Пока строил города, открывал бы постепенно деньги и строил бы польдеры, если была такая возможность по территории. И таким образом из воли я бы получал производство, а от польдеров получал бы много-много еды. Так, вот только что я в столице включил производство амбара. Думаю, что это не очень удачный выбор. К сожалению, пока у меня... То есть амбар, конечно, неплохая. Вот видите, я уже переключаюсь на скаута. Мне важнее найти своего соперника. Я все еще его не нашел. Пока... Так, по солдатам. Ну, он идет в развитие, вот видно. Но неплохо. Письменность из руин. Не очень неплохо. Кстати, Кейптаун, вот Манила и Кейптаун, оба города я первым нашел. Так что плюс 30 золотых у меня больше, чем у соперника. Ага, вон он пропустил руины еще к тому же. Почему амбар в моем городе в данный момент не стоит? Я напомню, что амбар не только 2 еды плюс дополнительно дает. Но он еще увеличивает еду от оленей, пшеницы и какого еще рису? Бананы, по-моему. Не помню. Ну, там написано. В самом я не запоминаю уже так конкретно. Вот. И никакого ресурса из этих у меня под городом нет. Точнее, вот олени вы видите там вверху, но пока мой город до него дорастет, это очень долго. А вот когда у вас там рядом хотя бы 3 таких рису, да даже 2, то амбар вполне разумный выбор в начале игры. Потому что города тогда будут у вас после его строительства, город будет расти как на дрожжах. Так, хочу посмотреть, на что пошел мой соперник. А, на традицию. Ну, в принципе, повторение, полное повторение прошлой партии. Что ж, вот интересно будет, смогу ли я здесь утвердить свой тезис о том, что воля в дуэли лучше традиции. Ну, вообще, у меня много комментариев было, которые против этого тезиса. На самом деле стоит, нету вот такого конкретного воля, круче традиции или традиция круче воли. Всегда, в основном, надо играть от местности, которая вам досталась, и от уникальных способностей нации. Вот вы так прикидываете, смотрите на местность. Ну, еще раз просто посмотрите на начальный старт моей цивилизации. Сделайте, вот сейчас просто остановите видео и посмотрите на местность, и вы поймете, что здесь играть через традицию – это проигрыш. Потому что, если мой соперник играет тоже через традицию, и у него местность лучше, то я начну отставать в развитии. А если мой соперник играет через волю, то я не смогу ему сопоставить такое же производство, какое у него будет, и при этом еще и развиваться буду медленно. Поэтому здесь выбор однозначный. Это еще можно, знаете, может прокатить в групповой игре, когда несколько соперников, и вы там не сразу начинаете воевать. Когда, например, к вам приходит соперник, воюет с вами, а потом на него нападает, ему приходится отвлекаться и так далее. Но в дуэли два человека, два соперника, отвлекаться не на кого, никто не будет мешать. Поэтому я считаю, что в данном случае просто воля – даже самый простой выбор, я бы так сказал. И довольно эта стратегия для дуэли довольно тупая, если позволите так выразиться. То есть вы спамите города и спамите войска. В принципе, все это вот двумя словосочетаниями описывается вся стратегия. И этими войсками, не останавливаясь их в строительстве, идете завоевывать. Но, как помните, в прошлом видео эта стратегия у меня дала сбой. Причем я считаю, что это не мой соперник меня победил, хотя он, конечно, очень хороший игрок. А я проиграл ему, потому что допустил очень много фатальных ошибок, которые не позволили захватить его столицу. Хотя я начальная стадия игры очень хорошо прошла. Вот я для себя считаю, тогда я захватил город-государство, мешающееся на пути, и открыл себе путь к захвату, а потом что-то расслабился. Ну, я так особо не останавливаюсь на развитии города своего. Пока я не строю поселенцев до коллективного управления, до того момента, пока не получу бесплатного поселенца. Тогда, напомню, они и строятся будут быстрее в столице. К этому, до этого момента я... О, все, я нашел вон город, видите, где. Слушайте, далеко голландец. Далеко. И зажал меня еще тут моего... Ну, да, все, этот воин потерян, но мне его жалко, конечно, но я считаю, что он свою миссию выполнил. Он открыл нахождение голландца. Это очень важно было. Ну, слушайте, тут сколько? Клеток 30, наверное. Далековато. Далековато, но на пути к голландцу нету никого. Что мне может помешать. Поэтому... Довольно такая классическая ситуация будет. Вот помните, в первом видео русский находился очень близко. Во втором видео... Ну, так, среднее расстояние, но там русский сам на меня нападал. То есть, там было главное отбиться. А в третьем видео, по-моему, расстояние поменьше было, но на пути находился город-государство, который мешал продвижению. А тут, в принципе, типичная ситуация. Такое расстояние довольно большое. И вот такой вызов, что ли, мне, смогу ли я добраться до голландца до того момента, пока он не успеет развиться до такой степени, что я не смогу его взять. Но развитие дальнейшее обрисую в общих чертах. Вот я сейчас смотрю, куда мне город ставить, когда появится. Конечно, хочется сразу начать города ставить в сторону голландца. Но здесь не очень хорошая территория и далековато будет. Так что, поэтому я второй город, точнее, поставлю вот на нижний шелк. Видите, который сейчас вверху находится. Но он ниже моей столицы. Как раз четыре клетки на четвертой клетке. И там нормально будет город поставить. И это у меня будет еще один такой производственный центр. А вот следующий, третий и четвертый город я буду ставить в сторону голландца. Третий город, вот, вероятно, на перешейке. Вот видите, такой небольшой перешейчик. Имеется чуть выше и левее города-государства. А четвертый город уже под его столицей. И все города буду соединять дорогами, по которым будет перекидываться моя армия к голландцу. И, надеюсь, я это сделаю достаточно быстро, чтобы захватить его столицу. Кстати, еще интересно, будет ли он через Моногород играть. Ну, точнее, как это сказать, я бы в дуэли начинал через Моногород, если через традицию, если там хорошее место. Где-то выращивал город, ну, не знаю, до жителей 14 или 16. Вот так, если он там быстро растет, если он там может польдеры ставить и так далее. А потом уже ставил еще один или два города, чтобы они поддерживали армию. Потому что все-таки один город против воли не сможет достаточно много войск строить. Ну, воля против Моногорода рулит однозначно. Так что посмотрим. К сожалению, видите, я не смог дальше пробраться своим дуболомом. Только увидел границы. Но это точно столица. Пока больше... Вот у меня один город, и у фараона один город. И у нас практически одинаково очков. Так что это у него только столица. Он второй город еще не ставил. Ну, вот веду уже... Получил бесплатного поселенца с воли. Веду его на шелк. И в столице уже сразу начинаю второго поселенца строить. И он уже пойдет левее в сторону голландцев. Вот туда где-то в районе Перешейка ставить город. Ну, смотрите, у меня 3, аж 3 скаута бегают по карте. И вы не стесняйтесь вначале строить скаутов. Они даже лучше, чем воины. Просто потому, что у них передвижения больше. И они очень неплохо действуют, например, в тылу врага. Там перехватывают его рабочих незащищенных. Или особенно круто, конечно, поселенца незащищенного перехватить. Так что в начале игры скауты очень классный юнит. Стоит дешевле в производстве, чем воин. Ходит лучше. Ну, конечно, защита меньше, но это все слегка окупается его мобильностью. Так, ну вот я тут вижу... Как же это белая фигня называется-то? Катон по-английски. Хлопок. Вижу хлопок. И, наверное, неплохо на него будет поставить поселенца, третий город. Хотя хотелось бы еще немножко... Ну, вообще и хлопок довольно далеко находится от столицы. Вы же помните, что вообще лучше всего на расстоянии в четыре клетки ставить города друг от друга при расползании, при воле, чтобы меньше тратиться на дороги. Но тут проблема в том, что далеко мой соперник находится. Если я буду к нему ставить города в цепочке по четыре клетки, то я к нему приду как раз к тому моменту, то есть под его столицей поставлю город, как раз к тому моменту, когда он уже будет готов меня громить своим превосходством в науке. Поэтому надо форсировать события. Можно сказать, что у меня четыре города есть. Вот эти четыре города надо так расположить, чтобы и производство было на строительство юнитов. Вот неплохие места советую. Только, вы знаете, я поставлю между вот этими двумя, которые мне советуют ставить. Я тогда захвачу сразу в первом радиусе и коровок, и лошадок, и алмазики. Буду делать стразики. А потом мой еще город следующим переростом захватит и хлопок. То есть у меня будет сразу два ресурса роскоши в радиусе города. И я смогу... Больше у меня счастья будет. Ну, как видите, моя любимая стратегия строительства пирамид. Напомню, что, во-первых, с помощью пирамид мои рабочие будут быстрее всякие улучшения строить. Там дорогу за один ход. Ну, быстрее все присоединять. То есть это компенсируется тем, что у нас нет традиции, а воля. Благодаря строительству пирамид, ну и плюс еще примем определенный цивик в общественных институтах. Наши рабочие будут просто метеорно строить все улучшения, и какое-то время нам это поможет держаться на уровне с соперником. Но главное в пирамиде и потом в Стоунхенже – это очки великого инженера. Нам наши города будут генерировать... Моя столица... О, вы смотрите, голландец на 26-м ходу построил великую библиотеку. Помните, я вам в первом видео говорил, что это проигрыш? Но тогда мой соперник у меня под боком находился, прям, я не помню, там сколько клеток 10 между нами было, а тут 30 клеток. Давайте теперь посмотрим, мне прям аж даже интересно, будет ли это проигрыш сейчас. Причем, как видите, он вошел в классическую эру, то есть он сразу взял с великой библиотеки философию. Значит, собирается национальный колледж строить. А может, он взял железо, слушайте. То есть, ну блин, не знаю, через традицию брать железо. Вот хорошее, я вам уже рассказывал, через великую библиотеку, то есть вы играете через волю, принимаете там республику, потом то, что дает бесплатного рабочего. И таким образом вы строите великую библиотеку. Во-первых, вы быстрее построите, потому что у вас производство будет в городе, плюс еще рабочие будут леса вырубать. А приняв через великую библиотеку потом железо, взяв бесплатно, вы еще начинаете клепать быстро суровых юнитов, мечников, которые очень круты. А ваш соперник до них еще далеко не скоро дойдет к этому моменту. И вот эта стратегия довольно крута. А вот то, что мой соперник сейчас пошел через традицию и построил великую библиотеку, это явно все-таки он взял философию. Значит, то есть он в это время не строил, никаких юнитов не строил. Город у него вряд ли рос сильно, потому что на 26-м ходу построенная библиотека. Это значит, что он успел только скаута и, видимо, монумент. Или, я даже, конечно, не видел у него скаута. Может, он скаута и не строил? А, нет, он же убил моего дуболома своим воином и лучником. Это явно скаут, апгрейдженный через руины в лучника. Так, все понятно. Значит, он построил скаута и, видимо, вот не знаю, либо, наверное, он не строил монумент, построил либо амбар, либо святилище. Наверное, амбар. Построил амбар и после этого начал строить великую библиотеку. Да, скорее всего, так. И, да, на 26-м ходу вполне можно успеть и великую библиотеку. Значит, он взял философию. Видимо, тогда скоро будет национальный колледж строить. Хотя хочется надеяться, что он все-таки отвлечется на строительство хоть каких-то юнитов. Но, с другой стороны, я-то далеко. Он может и развиваться. Интересная, интересная партия. Вот увидим, насколько правильно сопернику строить великую библиотеку, когда соперник, играющий через волю, далеко. В данном случае я. И посмотрим, успею ли я добежать до... О, кстати, видите, варвары захватили рабочего у Джакарты. Значит, неплохо бы по пути к моему сопернику отбить этого рабочего, вернуть Джакарте и получать бонусы от города-государства. Так, у нас 7 ходов до пирамиды. Продолжаем строительство. Да. Смотрим по демографии. Ну, естественно, я отстаю по науке. А так, по всему остальному. Интересно, я его опережаю по населению. А, ну да, он же строил великую библиотеку. Он пока... Во время ее строительства у него город явно не рос. Я не знаю, насколько я там. До 3 или до 4 дорос. И переключился на производство. Так что пока я его опережаю. Ну, явно у него столица побольше моей столицы. Может, там, да, на одного жителя, наверное, больше. Но благодаря... Не, наверное, у него столица 5. Вот в данный момент у него столица 5. И плюс еще единица от моего Эдернея. И так вот, поэтому я ее на чуть-чуть опережаю. Так. Открыл лучников. Теперь надо колесо открывать. Знаете, что? Колесо, оно еще неплохо... В том плане, что лучники на этой карте, я вот сейчас думаю, на таком расстоянии не очень хорошие подспорья. А вот лучники на колеснице, это то, что надо. И, похоже, мне надо тут строить именно лучников на колеснице. Ну что, Анкара основана. Моя империя ушла в минус, по счастью. Поэтому надо быстрее заканчивать пирамиды и в срочном порядке присоединять ресурсы роскоши. Вот пока на данный момент присоединяются шкурки. К сожалению, придется убрать сейчас рабочего. Иначе следующим ходом варвар может его захватить. Так, продолжаем тут скаутом исследовать. Но я просто думал, что, может быть, тут какой-нибудь проход сверху будет к голландцам. Но его не оказалось. Поэтому вот только там слева можно будет к нему пробраться. Так, ну, продолжаем все везде пирамиды. Надо вообще сходить, конечно, получше разведать территорию. Аккуратненько продвигаемся, чтобы не нарваться на войска Голландии. Вот видите, я сейчас воспользовался шифтом для скаута, чтобы не подставить. И два раза, чтобы мой соперник не мог обстрелять моего скаута. Ну, тут вот гадостные варвары мешают моим доблестным войскам. Но скаут Ахмед Аглу смог вынести варвара нехорошего. Хочется верить, что варвары мешают моему сопернику так же, как и мне. Потому что, по идее, человеку, играющему через традицию, варвары больше должны мешать. Там все-таки на развитие идет, то есть ему приходится отвлекаться на войска, чтобы им помешать. А я-то все равно войска буду строить. Так что то, что они будут тренироваться на варварах, это даже неплохо. Кстати, обратите внимание, что все четыре города-государства на моей половине находятся. Я не знаю, сколько городов встретил мой соперник, но то, что вот он верхний правый не встретил, это точно. А я встретил все города. Очень интересно. И он уже к ним пробраться не сможет. Видите, я поставил на этом перешейке город. Такая тоже очень важная стратегическая точка. Уже пробраться мимо меня не сможет к этим городам. Не знаю, сколько... Ну, один он точно встретил, я видел вместе со мной. Но у меня такое ощущение, что он только один город и встретил. Больше нет. То есть, причем, тот город я первый увидел. Получил 30 золотых. Значит, я с городов... Всех с городов государства получил 120 золотых, а он всего 15. Это очень неплохо. Это вот к тому, зачем нужны три скаута. А он построил всего одного скаута. Причем, ему пришлось держать его рядом со своим городом. Потому что, видели, я там дуболомом ходил. Так что контроль за картой очень важен. И в данном случае карту контролирую именно я. Так, ну что, пока мне досаждают только варвары. Мой соперник явно окопался на своей территории. О, пантеон какой-то основал. Опаньки. Плюс один к пустыне. Это, знаете, тревожный звоночек. Это очень нехорошо. Я бы даже так сказал. Объясню. Во-первых. Плюс один к пустыне. Это значит, что у него там вокруг достаточно пустыни. Рядом с его столицей. И он явно стоит на реке, раз он идет через традицию. То есть, у него тайлы пустыни на реке, рядом с городом. Которые сейчас будут давать очки веры. И он быстро получит веру. Но вера фиг с ней. Вера это в дуэли не самое классное. Ну вот я пирамиды построил. Тут проблема в том, что он играет за Голландию. А тайлы пустыни рядом с рекой, это что? Это поймы, на которых можно строить польдеры. То есть, если мой соперник доживет до польдеров, это будет трындец. Он... Ну, это такой рост города офигенный. Более того, раз у него там пустыня, он еще и Петру может построить. Польдеры вместе с Петрой. Это мало того, что рост города, прям как на дрожжах, так еще и офигенное производство. И вот по одному только тому, что мой соперник взял Пантеон плюс один к тайлам пустыни, я могу сказать, что у меня очень большие проблемы. И мне... То есть, вот та затяжная война, которая была в прошлом видео, она была благодаря тому, что у соперника ни польдеров не было, ни пустыни. Здесь затяжной войны не получится, потому что у моего соперника будут строиться юниты за один-два хода. И это несмотря на то, что он через традицию пойдет. То есть, по идее, у меня бы должно быть производство выше, чем у него. Но нет. У него будет выше производство мгновенные эти юниты. Я просто не смогу его за... Как-то сказать, заспамить своими юнитами. Так что проблемка имеется у нас. И все из-за этого Пантеона. Так, что-то он меня расстроил. Что делать? Что делать? Надо как-то ускорять свое продвижение. О! Видите оранжевое? Я могу потребовать... Это меня научили уже в комментариях, потому что мои зрители... Я прошу прощения, вот забыл ник этого... Ладно, сейчас я посмотрю. Ага, вот. Лог 951. Подсказал мне, что я очень редко забываю требовать дань с городов-государств. И он мне подсказал, что если значок города-государства окрашен в оранжевый цвет, значит, с него можно потребовать дань. И как видите, я сейчас сколько? 115, что ли, золотых стребовал. А для игры через волю это очень хорошее подспорье. У нас будет дофига войск, которым требуется содержание. И поэтому золота мало не бывает. Еще, как я уже говорил, мне повезло, у меня все города-государства находятся в моем тылу. И я надеюсь с них периодически требовать. Тем более, что при игре через волю, опять же, войск у меня будет больше, чем у соперника. И мне будет легче этим заниматься. Единственное, что я в прошлых играх этим забывал заниматься, именно потому, что не было такого визуального маркера. То есть, я раньше заходил в город-государство, смотрел, могу ли я потребовать дань. То есть, это занимало долгое время, я просто не успевал. А теперь, благодаря подсказке, и вы это запомните, если значок города-государства, вот там, где, вот видите, в данном случае, Джакарта-Руль, у культурного значка, там, культура и так далее, если он окрашен в оранжевый цвет, это значит, что город-государство вас боится, и вы можете с него потребовать дань. Обычно это происходит, когда вы первый в демографии по армии, и еще надо, чтобы какие-то ваши войска стояли либо рядом с границей города-государства, либо прямо вот в границах города-государства. Ага, видите, отгоняет меня соперник от своей территории. Ну, надо его напрягать постепенно. Ну, вот видите, кстати, не очень удобный перешейк для атаки. Всего четыре клетки. Перешейк четыре клетки. Ну, надо ставить под столицей свой город. Под столицей моего соперника город. И вы уже видите, что у меня там четвертый поселенец достраивается, один ход. Вести его, правда, далековато, но что поделать. Здесь придется. Я вот начинаю уже строить. Да, видите, вот момент истины. Я раздумываю, строить мне лучников или лучников на колесницах. И решаю все-таки строить лучников на колесницах. Несомненно, в этой ситуации это лучший выбор, чем просто лучники. Во-первых, у меня много коней. Вот, как минимум, уже четыре под Стамбулом я присоединил. Рядом с Эдерне лошадки есть. Рядом с Анкарой лошадки есть. То есть, проблем с лошадьми у меня не будет. Это во-первых. Во-вторых, лучники на колесницах имеют больший урон дальнобойный, чем просто лучники. Десять против семи. Но вы скажете, что композитные лучники, в которые апгрейдятся лучники, будут иметь больше урон, чем лучники на колесницах. Это так. Но в данном случае я постараюсь сэкономить деньги. Я не буду апгрейдить лучников в композитных луков. И буду строить только лучников на колесницах. И таким образом и сэкономлю деньги, но построю больше юнитов, чем мог бы просто лучниками построить. И смогу сразу нападать ими. Вот. Ну и главная вообще, главная причина, по которой я строю лучников на колесницах, это, конечно, расстояние. Такие большие расстояния между нашими столицами надо преодолевать на кониках. Напомню, лучники на колесницах будут на четыре клетки ходить. Ну, если, конечно, местность не пересеченная. Кстати, есть известная стратегия Раша, этими самыми кониками на колесницах. И особенно круто она работает за Египет. И в дуэли Египет крут не тем, что он чудеса строит, а именно своими кониками на колесницах. Потому что они не требуют лошадей вообще. И плюс к тому еще и вместо четырех на пять клеток передвигаются. Поэтому пять коников на колесницах, а они строятся даже раньше, чем лучники, могут. А уж до композитных луков ваш соперник может еще и не дойти. Пять лучников на колесницах плюс скаут и соперник умер. Тут даже вот на таких больших расстояниях, если бы я играл за Египет, можно было в столице начинать спамить лучников на колесницах и идти к сопернику. Он бы очень удивился и проиграл. Так, ну вы видели, я там уже своих двух скаутов и дуболома подвел к границам Голландии. Постепенно начинаю брать его в кольцо. Но он как-то особо и не стремится выходить за свои границы. То есть готовится, явно готовится к обороне. Да, вырубаю лес, чтобы побыстрее Стоунхендж построить. Видимо, еще надо прикупить вот для второго города лес. Да, надо расставить по... Да, пока подрастем немножко. Надо еще вот лес прикупить, который не входит в границы моего города. Тоже побыстрее построить Стоунхендж и уже после этого сосредоточиться на юнитах. Ну, вы видите, кстати, что я особо не обращаю внимания на демографию, потому что тут все ясно. Я клепаю юнитов, мой соперник готовится к обороне и особо следить... Ага, вот его лучник. Так, вот где он стоит. Особо следить за размером его армии мне нету смысла, потому что я буду нападать, а не он. То есть мне надо... Это ему надо следить за размером моей армии. Вот. Ну, следить за размерами его городов тоже как-то особо не хочется. Чего мне себя расстраивать, что у него там много жителей. Нет, надо заниматься своим делом, идти по плану и все будет хорошо. Тут главное разведать территорию рядом с его городом. По-моему, проблем каких-то больших быть не должно по сравнению с прошлым видео. Никаких гор нету по пути. Главное свой город поставить поближе к его столице и начинать атаку. Так пока все идет по плану. Ну, вот видите, я сюда к Маниле передвинул лучника в надежде, что она испугается моей армии. Она у меня уже такая довольно большая. Ну, похоже, как-то на Манилу особо не впечатлило Манилу мой лучник Ибрагим Ханбек. Нет, Бекхан. Ибрагим Бекхан. Так, куда? Ну, к деньгам. Вот мне интересно, кстати. Очень меня волнует, строит ли мой соперник Петру. Идет, точнее, ли он к Петре или нет. О! Кстати, куда лучника подвел. Так, ну, мы воспользуемся шифтом. Он же не видит вот сейчас ни моего воина, ни моего второго скаута. И с помощью шифта подберемся поближе к этому лучнику и попытаемся двумя скаутами и воинам его завалить. Вот, в Анкаре уже еще один лучник готов. Но мы пойдем, как я и говорил, по лучникам на колесницах. И думаю, ну, четыре лошадки у меня есть. Вот еще присоединю еще несколько. У меня будет достаточно юнитов. Так, шифт сработал. И быстрее давай ва... Так, как-то я неудачно поставил. Вот, смотрите, я тактически сейчас неправильно сыграл. Как-то что-то я не... Надо было как-то по-другому. Я вот сейчас как-то не могу даже и сообразить, как правильно. Но надо было... Ну, вот, он моего скаута убил. То есть я отдал скаута пока ни за что. И как бы еще унести ноги остальными юнитами. Да. Я сейчас не очень удачно тактически сыграл. К сожалению. Собственно, отдал скаута на ровном месте. Ну, хоть немножко побеспокоил соперника. Пока мы тут третий сеттлер. Ну, не хочет. Манила мне давать дань. Тоже, видите, наверное, как-то от... Есть какой-то, наверное, промежуток времени, когда города-государства дают дань. Не сразу. Можно на все на них наезжать. Вот, не знаю. Главное, что мой соперник наехать на них не может. Вообще никак. Так что пока... Все нормально в этом плане. Денег у меня достаточно. Даже прикуплю, наконец-то, эту клеточку с лесом. И вырублю ее под Стоунхендж. Ну, а скаута жалко, которого убили. О, я успеваю тут еще полечиться. Тогда уходить не будем. Не будем. Можем постоять. Ну, жалко, конечно, фараон успел убрать своего лучника. Так, хотелось бы получше территорию разведать. Но боюсь подставлять туда скаута. Дальше. Вот уже первые колесницы стали появляться. Пока потренируем их на варварах. Потренируем на варварах. И заодно улучшим отношения с городами... С городами-государствами таким образом. И телес за один ход вырубается. Как хорошо иметь пирамиды и цивик. Увеличивающий скорость строительства и рабочими всего и вся. Да, Маила денег давать не хочет. Свои вот два рабочих идут строить дорогу к Анкаре. А поселенца ведем к городу. Я вот думаю, просто куда город ставить. Я вот думаю... Вот где овцы, видите, сверху. Ниже, через клетку, чуть левее. Вообще, желательно прямо под границы поставить. Но меня беспокоит, что я еще не вижу города. Где, собственно, сама столица. Не могу увидеть. Ага, вот опять шифт. Видели? Фараон неплохо пользуется шифтом. А, не успел моего дуболома убить. Я тебе не дам. Так, вот сможем этого дуболома соперника убить все-таки. Одного дуболома отыграли. Которого он вначале... О, слушайте, тут на стороне моего соперника варвары играют. Что за дела? Читерство? Читерство. Так. Значит, пока у меня убит дуболом и скаут, у моего соперника дуболом. Но, напомню, так как я играю через волю, а он через традицию, у него потери... Для него потери более серьезная проблема, чем для меня. Мы же продолжаем к своей сети конников присоединять побольше. Но я вам не объясняю свои переключения в городах. Я думаю, это уже я много раз делал. Вы понимаете, где и для чего я переключаю, где залочиваю, почему где-то не залочиваю. Иногда времени просто не хватает. Но вот, к сожалению, здесь я не успел убить дуболома. И он сейчас моих конников разворушит. Это я вот сейчас так пытаюсь его выманить от конников, чтобы он захватил моего рабочего. А не разрушал. А, не успел. Вот опять, видите, нарвался на ситуацию, когда скаут получил повышение. И я не успел его вылечить. Думал, что отводить его сейчас буду. А он, видите, вылечиться мог. Жаль, жаль. Ладно. Так, сейчас как-то опасно мне уже сетлера вести. У меня там все раненые как бы не убили вместе с сетлером. Слушайте, тут варвары... А, смотрите, он не разрушил... Не разрушил конников. Пошел, разрушил... Эти... Шкурки. Это очень хорошо. То есть, мне важнее, чтобы конники оставались целыми. Потому что я лучников на колесницах строю. Ну, счастье, конечно, ушло сейчас в минус. Но не проблема, скоро вернется. Сейчас вот отгоним этого стрелка ворошиловского и вернем на место шкурки в сеть. Так что у нас с демографией. Ну, вот уже на первом месте голландец по населению. По всем остальным я пока на первом. По производству я впереди. Странно, что-то у него счастье не настолько... Слушайте, он... Походу, он второй город поставил. Он уже поставил второй город. Хм. Что-то странно. Неужели уже... Я не думаю, что это... Хорошая идея была. Ну... Хотя... Не знаю. Посмотрим. Может, он... В принципе, двумя городами-то отбиваться легче. Потому что два города клепают юниты. Одним моногородом... Ну, я-то далеко. Тут дело в том, что я далеко. И поэтому... Можно было вполне еще развиваться моногородом. Правда, я не вижу... Все еще до сих пор не вижу, какая у него там территория. Вижу, что пустыни. Значит, явно будет пытаться строить... Петру. Так, как бы мне так сделать, чтобы... Варвар и не убил моего вот этого... На последнем издыхании дуболома. Да, придется, видимо, пододвинуть сюда стрелка, чтобы... Его композитный лучник не мог передвигаться. Исследуем железо. Блин, вот там... Гадкие варвары... Уничтожают шелк. Хотя, слава богу, у меня шелк... Включен в мою сеть. Ну вот, благодаря тому, что мы построили... Стоунхендж. Я, кстати, напомню, что... Опять же, Стоунхендж... В основном строится из-за очков великого инженера. Хотя... Научные бонусы... Ой, не научные, а религиозные бонусы тоже неплохо. То есть... Мы получим религию. Правда, наш соперник, наверное, быстрее. Потому что у него плюс один к клеткам пустыни. Уже давно он его принял. Но и у нас будет религия, что тоже неплохо. Благодаря тому, что... Потому что у нас городов больше, чем у него. По идее, мы сможем еще и... Распространять ее сильнее, чем он. Возьмем плюс сто... Золото за каждый обращенный город. И будет у нас куча поближек. Так. Но главное, опять же, еще раз повторю. Стоунхендж это очки великого инженера. Так, пододвинем лучника, чтобы этот композитный лук не смог захватить нашего рабочего. Ну вот, можно поставить, где компьютер рекомендует. Кстати, неплохое место. Так, мы продолжаем строить дорогу. Надо присоединять уже Анкару к нашей сети. Так, что там происходит? Этот вот нехороший варвар добивает моих лучников. Ну, кстати, вы же понимаете, что варвары используют... О, можно вылечиться. Варвары используют самых современных юнитов. Это значит, что мой соперник уже давным-давно открыл композитных луков. Он не почивает на лаврах развития. Не забывает про военные юниты. Блин, тут варвары как-то совсем у меня тут нехорошо себя ведут. О, блин, там и не заметил лучника, еще стоит, мешает моему скауту подвинуться. Так, у меня уже много юнитов, я не успеваю тут за всеми следить. Ну, пока возьмем меритокрасию. Хотя, наверное, репрезентейшн было бы получше в данный момент. Потому что счастье у меня и так есть. Еще я вон не все ресурсы роскоши присоединил, а репрезентейшн, представительство, даст золотой век. То есть увеличит отдачу и золота, которое у меня сейчас в минусе, и производство увеличит. И плюс еще к тому, я еще город свой четвертый не поставил, а за счет репрезентейшн я мог бы меньше получить штрафа к приросту науки. То есть к принятию следующего общественного института. Поэтому надо, наверное, было репрезентейшн брать, а не меритокраси. Но что взял, то взял уже как-то. Так много юнитов, что просто и таймер тикает, и я не успеваю подумать нормально. Но в любом случае, как видите, я нормально тренируюсь и на варварах. Надо пока защитить моему рабочему, потому что очень важно присоединить еще лошадок и вот тех нижних варваров все-таки вынести, чтобы они не мешали моим лошадкам в том месте. Чтобы все лошадки были под защитой. И в самый напряженный момент, когда я нападаю на моего соперника, варвары не отключили лошадок от моей сети, и мои лучники на колесницах не потеряли бы 20, по-моему, процентов своей силы. Так. Ну, у меня уже плюс 9, к счастью. Вот видите, о чем я и говорил, что надо было лучше принимать представительство. О, паньки. Вот это я зря так. Главное, чтобы мой соперник не увидел, что я подставил лучника. И очень быстро... Да, надо очень быстро сюда ставить поселенца. Так, фу, он не успел, и сейчас мне надо успеть поставить город в этом месте. Давай, 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 давай. Ессс. Фу. Чуть лучника на ровном месте не потерял. Ну, теперь можно и пообстреливать. Вообще, конечно, можно было бы на клеточку еще левее поставить город. Но мой соперник, видите, не спал и контролировал свои границы. Ближе мне бы уже никто, наверное, и не дал пододвинуть поселенца. Хотя вот сейчас обстреляли моего лучника, там у него лучник потерял ход. Я мог уже на клетку вперед еще подвинуть поселенца и быстро основать город. Да. Я мог это сделать, но, видите, перенервничал от того, что могут моего лучника убить. Неправ был, неправ. Ну, переключаюсь уже на производство. Не знаю. Ну, 17 ходов будет строиться. Ну, блин, разрушил тут варвары камешки у меня. Ой, что-то я не добил. Блин, не добил варвара и начинаю нападать на этого. Это я неправильно сделал. Так, ну, надо... У меня уже минус 5 золота. Надо ли строить дорогу? Ну, пока построим через... Через алмазы. Вылечившийся скаут. У меня, к сожалению, всего один скаут остался. Двоих я уже потерял по своей дурости. Рядом с голландцами. Ну, вот видите, он отступает. Значит, он не очень уверен в силах. Ну, что, обстреляем, чтобы он тут... Не тусил просто так. Нехорошие вообще варвары обстреливают моих несчастных коников на лошадках. Мустафа и Абдул пытаются сдержать натиск варваров. Ну, какой натиск? Легкий обстрел, я бы так сказал. Так, коники уже присоединены. То есть, у меня еще плюс 4 коника. И я могу продолжать строить колесницы. Что очень хорошо. Ну, пока цирки пристроим, потому что... Я не продолжаю еще строить юнитов, потому что, видите, уже содержание такое... Довольно сильно, минус 6. Довольно большие проблемы с содержанием юнитов. Так, не туда я переключил. Вот у меня побольше золота. Поэтому мы пока построим цирки, потому что они не требуют содержания и дают счастье нашим городам. Что нам нужно для роста все равно. Видите, уже удаляю рабочих. Возможно, даже не стоило их захватывать. Можно было одного рабочего у города и государства захватить. Второй не так нужен был. Приходится удалять, чтобы содержание. Но вообще, вот чтобы вы знали, как работает содержание. Когда деньги дойдут до нуля, то отниматься будет от науки. И если наука уже тоже дойдет до нуля, у вас будет написано без науки. И у вас будет содержание юнитов больше, чем минус 5. То есть, минус 5, минус 6 и так далее золота. То у вас будут удаляться юниты. До этого момента можете юнитов строить без проблем. Но у меня, естественно, самое большое содержание на дороге идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Как минимум, минус 12 за счет дороги. Так бы, как вы понимаете, у меня плюс 9 было. Я мог больше еще юнитов строить. Но это важно для быстрой переброски войск. К сожалению, не совсем тут у меня равнина. Все-таки горы. И до Анкары надо перебрасывать войска быстро. Так, нет, Манила все равно не хочет давать золото. Не боится моих войск. Как ни странно. Хм, какое-то чудо света я обнаружил для Манилы. Прямо не знаю, где это, интересно, чудо света. Что-то я пропустил. Ну вот, я наконец-то уничтожаю этот лагерь. Я смогу перебросить. Милан становится моим союзником. У меня больше культуры будет. И смогу, наконец, перебросить этих двух конников на... Лучников на кониках к Бурсе. Кстати, Бурса, по-моему, была второй столицей Османской империи после Сюгута. Здесь мне не изменяет память, поправьте меня в комментариях. Сейчас это уже город-миллионник. У него там метро есть. Но, вот, уже Милан даже объявил войну Голландии, что неплохо. Вторая столица Турции. Третьей была Эдерне, а четвертой... Четвертой... Ну, Стамбул уже, да. Так, идем к мастерским. Идем к мастерским, чтобы больше было производства у нас в городах. Быстрее строилась армия. Манила не хочет... Ну, кстати, видите, тоже за счет того... А, я и Чудо Света открыл, я забыл. Чудо Природы, извините. Не хочет давать Манила никаких денежек. Но, в принципе, бонусы от того, что мои друзья тоже неплохие. Так. Ну, вот, я смотрю по территории соперника и возьму все-таки бонус к открытой местности. Я, смотри, у него только там два леса. Я, правда, не знаю, что дальше, но мне кажется, там у него будут равнины. Поэтому лучше стоит брать к открытой местности бонус. Вот у меня уже... Ого, уже шесть. Уже шесть конников можно, из которых... А, я вот уже рядом с Анкарой присоединил. Но, вот, видите, у меня очень много лошадей рядом, поэтому выбор конных лучников был правильный. Они у меня будут быстрее перекидываться на фронт. У них выше силы, чем у обычных лучников. И, мне кажется, навалом конных лучников я смогу победить соперника. Во всяком случае, он-то явно идет по лучникам просто. Сейчас он попытается... Нет, не успел. Я убрал своего конного лучника. Так, ну, в общем-то, идея сейчас уже проста. Мы концентрируем войска в районе Бурсы. И начнем наступление оттуда, когда будет достаточно войск. Достаточно, в моем понимании, это где-то пять конных лучников. Из которых у меня уже построены четыре, по-моему. Да, четыре построено. Четвертый, правда, вот раненый отдыхает. Ага, соперник висячие сады построил. То есть, будет... Ну, это нормальная стратегия для традиционного развития. Другое дело, что когда у тебя под стенами находится город соперника, заниматься чудо-строительством, ну, несколько, я бы сказал, самоуверенно. А еще повторю, что в данной ситуации, вот лично я бы отдал предпочтение Петре. Ну, во-первых, потому что я играю через волю. Я бы посмотрел, что мой соперник играет через волю. И явно соперник висячие сады строить не будет. Поэтому... Так, как-то я вот сейчас странно... О чем... Как-то я вот... Это называется, я задумался. Это я не специально подставил коника, чтобы его обстреляли. Это я вот так... Зачем-то думал о чем-то своем. В это время мы его коника обстреливали. Так вот, раз мой соперник, типа, играет через волю, то явно он сады висячие строить не будет. Висячие. Висящие. Нам важно, так как мы в пустыне, построить Петру, потому что это очень классная прибавка к производству. В нашей традиционной столице, где производства не очень много, Петра это очень круто. Я, правда, не вижу, сколько у него там Петрохолмов, но я думаю, что так вот визуально у него нормально там пустыни, и думаю, Петрохолмы тоже имеются. Так, кстати, обратите внимание, что я решил оптику открыть, потому что очень узкий перешеек, и я подумал, что возможно получится обплыть моего соперника, и высадиться в тылу у него. Я боюсь, что в лоб у меня вот прямо так не получится на него напасть. Поэтому открываю оптику сначала, ну, благо, что сейчас это немного ходов занимает, и, вот видите, размещаю всех своих юнитов, и постараюсь после открытия оптики несколько юнитов отправить в плавание вокруг. Не в лоб к Амстердаму, а вокруг, чтобы по флангам высадиться. Ну, и вот не забываю о лагере варваров, о котором я вам говорил, чтобы получить еще и поддержку Джакарты. Потому что явно я сразу стану ее союзником, ведь уничтожу лагеря варваров, и плюс еще верну рабочего Джакарте. Все-таки вот это очень мне повезло, что все четыре города-государства у меня в тылу находятся. То есть я могу с них хорошие бонусы получать и не делиться с соперником. Так, опаньки, опаньки, что происходит? Это, слушайте, я своими, вот я, блин, я своим вот этим конным лучником выманил композитных лучников соперника вперед, и просто, можно сказать, подарил ему идею нападения на бурсу. Блин. Это вот очень, блин, блин, блин. Так, но этого я лучника, наверное, смогу уничтожить. А вон и скаут. Я вам, как бы, объясню. При атаке на город страшны не лучники, потому что они город не берут, а страшен юнит, который будет брать город. В данном случае это скаут. Но мой соперник не очень удачно его поставил, потому что я его вижу. Я вижу скаута. И он его передвинул этим ходом, а не предыдущим. То есть у меня как минимум два хода есть, чтобы отбиться. И видите, я еще на всякий случай ставлю воина в эту вот клетку перед городом, чтобы туда юнит, захватывающий город, соперника не передвинулся. Ну, вот становлюсь союзником Джакарты. Она объявляет войну Голландии. Хотя это мне не очень помогает, потому что они все далеко от Голландии. Но зато всякие бонусы даются к росту городов и так далее. Так вот, главное уничтожить юнит, который будет захватывать город. Или не дать ему захватить город, то есть встать ближе к городу. В данном случае фараон не очень верно двинул скаута, потому что я его вижу. И таким образом, но зато он успевает своих юнитов отводить. Да, и по некому мне стрелять. Но вот опять возьму бонус к открытой местности. Буду этого лучника обстреливать. Так. Задумался, не успел уничтожить. Да, не могу пройти, потому что мне мешает этот лучник соперника. Да. О, вот это, кстати, неправильно. Мой фараон, мой соперник сделал. Как только он убрал юнита, мой дуболом может на две клетки передвигаться, и я уничтожаю его композитного лука. Это очень хорошо. Еще раз напоминаю, что любая потеря в юнитах для моего соперника критичнее, чем для меня. Потому что у него меньше производства, и восполнять потери ему будет труднее. И при этом он будет, как бы, меньше развиваться. А идея традиционной ветки в развитии, в росте городов. Так что, вот то, что я убил одного композитного лука, это очень хорошо. Но в данном случае, еще раз повторю, по моему мнению, соперник неверно распорядился скаутом. Не очень он подготовил эту атаку. То есть, он должен был своих лучников передвигать в нападение и скрывать скаута, а потом ставить вот на свободную клетку прямо перед городом в последний момент, то есть шифтом. Я же смог не дать ему это сделать. Ну, с другой стороны, у меня уже и так достаточно юнитов. То есть, если бы он даже захватил Бурсу, я уверен, что я бы в тот же ход ее отбил обратно. Так что, не очень страшно мне было. Он чуть-чуть запоздал с этой атакой. У меня уже были накоплены юниты рядом с Бурсой. И все не так страшно оказалось, как выглядело при его нападении. Ну, сейчас все понятно, уже кулак моего нападения сконцентрирован. Теперь задача моего соперника защититься. Причем нападать я сейчас буду беспрерывно. Все мои города будут строить юниты. Кстати, обратите внимание, у меня минус 11. И наука уже упала только аж до плюс 10. Надо бы мне в городах переключиться на... Хм, слушайте, я по населению его догнал. Очень интересно. Что-то не заладилось у моего соперника с ростом городов явно. Смотрите, я тут шифтом устанавливаю моим конным лучником, чтобы они уже входили в границы Голландии. Блин, надо переключить города на золото. Не успеваю всех юнитов передвинуть. Двигаю только самые важные. Да, и начинается ход. Ну вот, шифт передвинул. И сразу начинаем быстренько обстреливать композитного лука. Блин, не вижу город, жалко. Что-то меня это волнует. Где же у него этот Амстердам-то? Ну, видимо, за лесом, поэтому я его и не вижу. Вот следующая клетка за лесом. Там Амстердам и стоит. Ну все, пошел на вал. Смотрим, сможет ли Голландия отбиться и сможет ли Турция захватить Голландию. Значит, смотрите, как минус золота действует. У меня сейчас 21 очко науки. 21 очко. И минус 9 золота идет минус 9 к науке. То есть получается от 21 отнять 9, 12 науки. Вот когда у меня будет минус 21 или 22 золота, то есть когда будет минус в золоте больше, чем в науке, то тогда у меня начнут юниты распускаться. Но пока, как видите, я переключаюсь в золото. Вообще у меня очень много счастья и по-хорошему стоило бы еще построить город. Но пока у меня столица занята конными лучниками, потому что у меня много золота. И видите, я удаляю пока рабочих. Хочу сконцентрировать все-таки на науке. Не отстать, прийти к мастерской как можно быстрее. И чтобы производство у меня не упало. Ну вот, собственно, я уже Амстердам вижу. Наконец-то всего лишь 8. Да, что-то не заладилось. Не заладилось у моего соперника. И смотрите, поем-то у него и нету особенно. А вот тут ему и не очень повезло. У него рядом с рекою не пустынные клетки. То есть не так все страшно, как я думал на самом деле. Так, ну что, успею я? Не успел, блин. Успел фараон убрать композитного лука. Но, видите, я заставляю его лучников отходить, а не стрелять. Что, в принципе, лично меня устраивает. То есть он там куда-то их отводит, лечится. Но лечиться-то они будут не один и не два хода. А в это время у меня юниты строятся, строятся и подводятся. Так, уничтожен мой все-таки конный лучник, но зато родился генерал. Правда, далеко родился. Сейчас мне его везти и везти еще к своим юнитам. Но мы продолжаем строить конных лучников, не останавливаясь. И надо уже вот этого скаута из Анкары везти к Амстердаму. Потому что это у меня он и дуболом, который вот стоит на железе, это единственные мои юниты, которыми я могу захватывать города. Да. На самом деле идея такова, что я дуболомом отвлекаю внимание соперника. То есть он думает, что я дуболома туда привел именно для того, чтобы захватить город им. И он будет на него отвлекаться. То есть у него, как я и говорил, что задача уничтожить в первую очередь тот юнит, который город будет захватывать, а потом уже лучников и так далее. Но на самом деле я собираюсь захватывать город скаутом. И подведу его в самый последний момент. Как видите, я не спешу обстреливать сам город, а в первую очередь уничтожаю юниты соперника. Это важнее. Так как, повторю, мой соперник играет через традицию, то каждая потеря юнита ему, ну как-то сказать, невосполнима практически. Уже уничтожив юниты, тогда могу обстреливать город. Но вот в данном случае мои колесницы не могут добраться ни до какого юнита, поэтому я обстреливаю город. И вот сейчас шифтом передвигаю колесницу на лес. Вот этот лес – очень важная стратегическая точка, потому что именно оттуда мой скаут будет, ну я так планирую, захватывать город. Самая удобная точка, во-первых. Во-вторых, она не обстреливается, точнее обстреливается из города, но там можно защититься. То есть почему мой соперник не вырубил этот лес при строительстве чуда, я не знаю. Обычно, когда чудеса строят в начале игры, практически весь лес вырубается, особенно рядом с городом. Но вот почему-то он оставлен пока. Так, очередное передвижение шифтом. О, фараон достроил Петру. Ну, вот это уже очень важный тактический промах. На 64-м ходу Петра – это поздно. Ну, как я и говорил, надо было вместо висячих садов строить Петру, как мне кажется. Хотя вот сейчас, видя его территорию, я понимаю, что у него не очень-то и хорошая территория для Петры. Всего один Петрохолм. Причем не рядом с рекой, что как бы не очень хорошо. И, возможно, к 64-му ходу при игре через традицию столицы всего 8 – это фейл. Это очень мало. Ну, должна была быть, ну, 12, как хотя бы. И то, и то не очень, это много. 8 – это мало. Что-то тут фараон не дотянул до хорошего традиционного старта. Я просто сейчас затрудняюсь. Вот не очень хорошо видно его место. Ну, во-первых, короткая река, ну, я бы, честно говоря, я бы здесь через традицию в дуэли не играл. Все-таки это, вот у моего соперника из прошлой игры позиция была получше для традиции. И то, опять же, повторю, я там мог выиграть, если бы не свои собственные ошибки. Так, ну, не знаю, я тут вижу, по моему мнению, осталось два хода. Собственно, сейчас я, ну, давайте вот, смотрите, я обстреливаю юнитов. Тут даже у меня столько юнитов, что я обстреляю имя Амстердам. Он дойдет до полного уничтожения, ну, как бы, полоска уйдет в полный минус. И у меня еще ходы останутся. Беру генерала, но, честно говоря, по-моему, здесь уже все понятно. Если я сейчас как-то, как-то совсем уже смешно не потеряю скаута, то игра, сделанная следующим ходом, Амстердам будет взят. Сейчас мне надо убрать колесницу с пути. Так, тут еще какие-то варвары обстреливаются мной. Еще один генерал, колесница. Ну, что-то надо мне быстрее двигаться, это уже все тут не важно. Так, надо скаута обстрелять, наверное. Потому что он там не мешался. Так, вот, убираем колесницу, обстреливаем Амстердам на всякий случай. И шифтом передвигаем скаута, чтобы в самом-самом конце хода он передвинулся. И мой соперник не смог его убить. Так, ну я тут на всякий случай еще тогда скаута построил. Если вдруг все-таки... А, мечника даже. Даже так, мечника. Ну что, уничтожили мою композитного лука и не смог он убить скаута. Ну, все, видимо. Сейчас надо брать... Можно вообще было скаута его убить, но мне достаточно и так взять Амстердам. Все, победа. Напоминаю, что я играю в дуэльном турнире. Уже один раз проиграл, поэтому по ветке лузеров иду. И впереди у меня уже соперник известен. Так что, думаю, следующий матч будет скоро. Спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Подписывайтесь, пожалуйста. Мне всегда приятны новые люди. Много комментариев, много лайков. Единственное, прошу вас не раскрывать в комментариях исход этого боя. Чтобы люди, которые еще не смотрели, не были предупреждены. На этом все. До свидания. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.